всем привет друзья с вами я макс канал шестеренка сегодня у нас дуги x30 либо дуджи но будем его называть дуги потому что он выглядит как дуги а скажу вам сразу это телефон бюджетной категории в районе 4000 рублей пробегусь немного по спецификациям которые на мой взгляд более правдивые это четырехъядерный процессор от мтк мт6580 разрешение дисплея 1280 на 760 главное это 2 гигабайта оперативной памяти емкость аккумулятора 3360 миллиампер час 2 фронтальные камеры по 5 мегапикселей две повторяю и две тыльные камеры внутренняя память 16 гигабайт возможно расширение с помощью карты памяти до 28 гигабайт 4g он не держит сразу говорю если дальше забуду это упомянуть что он записывает и как я честно говоря не знаю дисплей 5 и 5 дюймов ничего не написано про то какого плана дисплей очень много чего написано про камеры очень много прям вообще это прям камерафон два с половиной до стекло в общем все остальные телефоны просто просто отдыхают ребята ладно не буду вас томить поехали это телефон категории 4000 рублей так что не надо меня бить сильно я буду говорить о телефонах которые стоят только же не будем его сравнивать samsung galaxy note 8 или что-то в этом роде здесь вот еще смотрите сзади есть что-то модель x30 работает он на седьмом андроиде записывает 720p 720p хотя он обновился у меня и по моему там появилась фуха да ладно телефон быстро по комплектации зарядка инструкция пленка пленка и тряпочка так ладно это убираем инструкция нам тоже не нужно заряжается тонн от micro usb блок питания у него 1 ампер идет все скромненько давайте перейдем к самому телефон телефон уже идет чехле смотрите какой огромный динамик звук у него реально громкий не супер но громкий разработана в испании две камеры причем вы знаете я смотрел блин ну мне такое ощущение что они действительно две камеры и самое что интересно две камеры тут тоже похоже на две камеры не знаю правда сейчас мы все это дело проверим посмотрим давайте сначала его раскроем то есть смотрите во первых идет силиконовый чехол который очень сложно снять он такой антивандальный можно сказать видите с затычками под зарядку и под наушник тут у нас идет наушник три с половиной миллиметра вот это вот металл видите какой обтекаемый стекло он качельки громкости вкл выкл зарядка микрофон с этой стороны нет ничего что по поводу стекла сейчас вам скажу я вот не знаю сейчас вот эту пленочку над снять я такое ощущение что смотрите я сейчас снял пленку что могу сказать здесь уже наклеена защитное стекло вот если вам видно вот она уже наклеена вот тут не на весь экран почему-то но из-за того что видимо края здесь немного закруглены она не наклеивается и так давайте снимем заднюю крышку она пластиковая но тут принципе ожидать металла не надо было и она снимается и батарея у него меняется то есть это такой бюджетный долгоиграющий телефон в котором можно в будущем заменить батарейку вот только открыть его нельзя вот такая вот крышечка тоненькая но зараза крепкая здесь чтобы видеть специально для зрителей моего канала они написали что 3360 3360 миллиампер а но на самом деле я еще хочу предупредить когда мы его привезли вот здесь вот сзади была наклеена такая бумажка которая защищала контакты батареи от контактов телефона в общем он не включался я думал что ему пипец смотрите здесь карта памяти здесь две сим-карты то есть можно включить все сразу никак во флагманах гораздо удобнее как вы видите колонка находится в одном углу то есть она не длинная нездоровая она ну как бы она достаточно здорово я бы сказал но находится в уголочке смотрите какие здесь золотые камеры со вспышкой не знаю работают они не работают но сейчас мы все это дело проверим батарейка действительно здоровая то есть она занимает большую часть телефона сделан он достаточно аккуратно его можно разобрать все поменять рамочка она из алюминия телефон я включил на полную яркость то есть здесь у нас идет вай фай нет сим-карты это понятно 94 процент не беспокоить фонарик автоповорот bluetooth режим полета передачи данных но это передача данных я так понимаю судя по значку это gps и а и протекшен это чтобы у вас не испортились глаза дальше мы попадаем в экран настроек русский язык как вы видите более не менее нормальный вай фай bluetooth сим-карта передача данных но тут еще vpn так экран адаптивная регулировка то есть как бы датчик есть можно установить для более долгой работы батареи сейчас мы этого делать не будем часы звук громкость звонка 73 процента сигналы ну все как всегда в принципе ничего такого сверх естественно нет сейчас стоит 43 программа хранилища как вы видите память занята 6 гигабайт почти 7 из 16 но я достаточно много сейчас приложение поставил чтобы проверить все это дело поэтому это нормально это память это оперативная у нас память 816 сейчас занята а кстати да видите можно включить автоматическую чистку памяти вот пускай она будет включена smart somatons это а это грубо говоря двигая телефон вы можете там фотографии менять всякие настройки делать unlock это блокировка экрана как я понимаю split screen разделение экрана quick flash а видите что включить quick flash это нужно зажать lock it bridge screen интерфейс long press тут и home key button место положения gps безопасность аккаунты google язык водорусские восстановление сброс а самое что интересно после того как я включил он обновился так что можете не волноваться он обновляется по вай фай без всяких проблем печать о телефоне ну давайте посмотрим о телефоне беспроводное обновление как раз таки вот она сегодня обновилась она очень симпатичная видите такое сейчас он даже опять проверяет обновление я не думаю чтобы еще одно вылезло но вот сегодня он обновился версия android 7 0 модель x30 так больше здесь ничего нету так убираем вот единственный минус который вот этот вылезает я так и не смог убрать наверняка каким-то образом убирается но неудобно вот эти новости настройки то мы попадаем туда же play market это play market гугловские программы так я установил естественно я установил аиду и antutu так что у нас пишет аида так система у нас так 2 гига оперативки ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты внутренняя свободно внутренних они лишь 11 так давайте посмотрим процессор так процессором такая да как он и говорил 65 80 4 ядра 32 бита так батареи батарея мне кажется вряд ли что покажет хотя нет 3360 я удивился на этом телефоне еще играть можно так antutu показал 20 181 смотреть где он находится я не буду потому что смысла никакого нет итак камера включается как обычная камера давайте пройдемся вот да она работает но пройдемся сначала по менюшке то есть переключается видео фото давайте вот видео посмотрим видео я включил здесь есть вот это наверное есть еще в видео режим hdr нет это вообще просто режим какой-то hdr качество вот видите микрофон можно выкл вкл информация это gps разрешение требует так и можно посмотреть качество качество он записывает 144p 320p 720p и 1080p видите 1080p есть не знаю пишет он или нет мы потом проверим фотографии как странно она это зум 2 крат а видите у него еще есть 2 кратный зуб ладно сейчас мы это проверим тоже давайте посмотрим что по настройкам что ты не могу понять как-то а ну так же ведь идет gps обнаружение 4 на 3 здесь наверно меняется 16 на 9 4 на 3 больше другого ничего не меняется что за обнаружение это ли на лица так размер фотографии вот 1 2 3 5 8 мегапикселей автопуск а у смотри здесь даже сюда же прокручивается подавление что за подавление а это выкл авто 50 60 герц это когда свет чтобы не мерцал непрерывная а смотрите что непрерывно что это такое я не знаю может непрерывная съемка какая-то идет как регистратор и есть еще zsd что за zsd никто не знает но была она выключена наверно слава богу смотри есть еще face beauty она это настраивает насколько у вас размазана будет физиономия блур о как вы видите эффект блюр это эффект боке видите вот центральную дело делаю фото и все остальное размытое ну естественно это делать все программное можно он ставить насколько все это размыто дальше идет моно так на моно это просто черно-белая сейчас это что ты гры посмотрим как это выглядит панорама панорама я на улице надо пробовать так и профессиональный режим ребята все это действительно камера фон так айсо режимы баланс белого анализ принципе больше ничего нет все и все естественно сбросить камеры переворачиваются вот тут вот это передняя камера вот она фотографирует здесь конечно будет плохо видно так смотрите вот каким образом действует зум я не знаю оптически он цифровой но наверняка цифровой хрен его знает что это такое вот смотрите одного места делаю фото раз и делаю фото зумом вот как выглядит видео в режиме видео что-то как-то может это тоже зумом вода это тоже зумом а сейчас я снимаю на видео раз два три раз два три звук идет с телефона это макс канал шестеренка меняется вот таким вот образом баланс белого очень быстро он что-то пытается на настроить достаточно прилично по крайней мере на экране это выглядит достаточно прилично если считать что телефон повторяю стоит 4000 рублей так это наверное можно в виде фотографии делать во время записи но видимо не сейчас так ладно сейчас посмотрим что такое hdr я не знаю ну смысле что это я знаю я не знаю как это выглядит только фото что прям вообще какой-то супер режим вот сейчас делаю фото смотрите так это в hdr а вот каким образом выглядит галерея hdr какой-то какой-то мягко говоря супер яркий что ли это видео которое мы записали воспроизвести давай всегда не знаю слышите вы звук или нет но он идет так ухожу отсюда вот фотографии которые мы наделали чертю знает на мой взгляд они выглядят жутко но посмотрим сейчас на экране в общем вот черно-белая самая классная а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну извиняйте, но по фото в принципе все Сейчас я хочу показать... Да, кстати, здесь очень много настроек любителей Так, смотрите, я сейчас вот это все дело закрываю Работает он, ну как сказать, в принципе он работает шустро Если вы не запускаете на заднем плане никаких предложений, то он будет работать нормально Я скачал игру Crossfire, это какая-то новая типа папка Но достаточно, я так понимаю, требовательная Выглядит она на экране данного смартфона прям-таки не очень Визуально хорошо, но самое что интересно, она ее реально тянет Так, вот сейчас как выглядит телефон, ну приблизительно Сейчас посмотрим, как выглядит игра и вообще потянет она ее нормально Она ее тянет, ну блин, ну конечно как-то то ли игра такая, то ли блин Ну что вы хотите от телефона такого? То есть если вам нужен телефончик для скайпа, вайбера, там не знаю, вичата, ватсапа Я думаю, очень даже неплохо Я поиграл в районе там 50 минут Сейчас я вот хочу посмотреть Сейчас даже игра идет 43,5 градуса Греется в основном там, где камера Как здесь выпрыгнуть, я понятия не имею Блин, как можно в такие игры играть на телефоне? Оружие-то где? Я так понимаю, вылезти в окно тут, наверное Тут еще показывают, где люди сидят Вот так вот Все На хорошем можно заканчивать Как видите, игры он тянет Причем он тянет игры Даже странно, конечно, но он реально его тянет Так, что здесь еще по умолчанию стоит? А, мы не проверили, не проверили Самое главное, это фонарик Фонарик включается, я так понимаю, где-то тут Ха-ха, фонарик горит отлично Он даже немножко, знаете, светит Заключение такое, что, конечно же Телефон не бомба, далеко не бомба За 4000, думаю, лучше вы вряд ли найдете Другой фирмы, да, возможно Ну, во-первых, дуджи или дуги Он более такой уже популярный у нас в России Он дешевый достаточно Все работает Причем у меня у знакомых он даже работает уже больше года Это уже огромный плюс Смотрите, в чем его прикол? То есть, да, вы можете подключить наушники Это плюс Камера передняя-задняя Это уже решать вам Но Она есть, она работает И на всякий случай вы можете что-то сфотографировать Плюс все месседжеры, которые есть Вы можете использовать без всяких проблем Достаточно приличная батарейка Неплохой экран Хотя с рамками, со всеми делами Удобное управление Кнопки внизу, что мне на самом деле нравится Потому что Ну, реально удобно Мне просто так больше нравится Это уже на вкус и цвет Все простенько Нет никаких Вот, посмотрите, да Все программы, которые есть И то половина установил я Поэтому имейте в виду Что он практически приходит с чистым андроидом Нет никаких леваков Музыка Ну, музыки здесь, наверное, никакой нет Да, музыки сейчас нет Так, что здесь еще? Калькуляторы есть Поэтому Даже, смотрите, есть FM-радио Ага, через наушники слушать Наушников в комплекте нет Ну, это нормально В комплекте защитный чехол Который достаточно удобно Подходит Думаю, вы вряд ли Найдете Чехол, который будет прям вот таки Продаваться везде Потому что телефон не особо популярный Он популярный, но Не особо такой прям ходовой Смотрите, что мне не нравится То, что камеры все-таки торчат немного Вот, мне кажется, вот эта вот часть Будет немножко облизать Хотя Очень силикон толстый То есть они не бьются А пол Динамик нормальный Датчик приближения Датчик света есть Ну, за 4000 Вполне нормальный вариант Поэтому можно заканчивать обзор С вами, как всегда Я, Макс Это канал Шестеренка Естественно, все ссылки На покупку данного телефона Оставляю внизу Не забываем пользоваться кэшбэком И подписываться на канал Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok